В День Победы в Краснодаре 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 Некоторые даже подпевали В День Победы в Краснодаре И они ковали победу И мы гордимся тем, что победа Это наша Наших советских людей Нашей Красной Армии Для концерта под открытым небом Выбрали один из самых больших дворов Комсомольского микрорайона Причем в этих домах живут Сразу несколько участников войны Конечно же славим И радуемся Мы видим вас Пусть издалека, но в этих условиях Город, округ Все мы Находим возможность Поздравить вас с этим прекрасным Великим праздником Ветеранам пообещали сюрприз Но что именно их ожидает Они не знали Артисты Дома культуры Краснодарского округа Спели любимые несколькими поколениями Катюшу Смуглянку и Венский вальс Чувство Вот как будто мы на демонстрации Вот все это прошло Перед глазами И конечно трогательно очень Вместе подпевали Все прошло это через нас Жители отмечают День Победы У себя во дворе уже 15 лет И за это время участников войны В доме стало в два раза меньше Когда первый раз мы отмечали То было ветеранов Великой Отечественной войны Было пять в доме 14 тружеников тыла Сейчас вот прошло 15 лет Сейчас нас осталось Ветеран войны Участник Великой Отечественной войны Николай Николаевич Тавердович Ему 96 лет вот в этом году А ветеранов Участников трудового тыла У нас семь только осталось Я очень довольна и благодарна И администрации И депутатскому корпусу Особенно Вере Федоровне За то что организовали Вот такой праздник Для наших ветеранов После концерта всем ветеранам Волонтеры вручили памятные подарки Участник войны Николай Тавердович В 17 лет в блокадном Ленинграде Сбрасывал с крыш зажигательные бомбы А в 19 в 43-м Стал командиром взвода разведки И гнал фашистов через Белоруссию Польшу, Восточную Пруссию До самого Берлина Участвовал во встрече на Эльбе И сейчас фронтовик полон оптимизма Говорит, все будет хорошо Эпидемия закончится И мы еще отметим Полноформатный день победы Арфы нет, возьмите бубен Помните эту сцену Из бессмертной киноленты В бой идут одни старики Так вот в станице Елизаветинская Ветеранов чествовали Так горячо, что бубен не выдержал И разлетелся на куски Что там происходило, давайте посмотрим Из 2020-го прямиком в 1945-й Каждый будет рад прокатиться на такой красавице Это ГАЗ-67 Машина восстанавливалась Примерно около трех лет Это очень-очень много было потрачено Силы, времени и средств на эту машину В основном за основу взяты все детали То есть заводские Глаз у людей радуется То есть они Все вот эти вот эмоции Это так вот не передать просто Эмоции бьют через край На ретро-автомобилях В поселок Белозерный Прибыла агит-бригада Елизаветинского дома культуры Поздравить с юбилеем Великой Победы Ирину Гальянц Девочкой она пережила ужасы Блокады Ленинграда И выжила Единственная из всей семьи Все на Пискаревском кладбище у меня Все умерли Одна я осталась Да сколько вам лет было? Двенадцать Ну то есть вы уже помните? Ну как же мы тушили пожары Помогали, там трупы уносили Ну все, что нужно было делать Мы это все делали Персонально для Ирины Ивановны Звучали самые красивые Женские песни военных лет Расцветали яблони и груши Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Сатюша На высокий берег на Хрустой Под Смуглянку вообще порвали бубен Следующая остановка Агитпоезда Станица Елизаветинская Участник Великой Отечественной войны Евгений Санфиров У ворот своего дома Встречает визитеров стоя Говорит, поражен количеством гостей и подарков Поздравления сегодня будут И от Трубильна Александра Ивановича Нашего депутата законодательного собрания От меня, от Вангелия Константиновича От молодежного парламента От Советов Федерации То есть все вас любят Все вас помнят Детки нашего Дома культуры Совсем малыши, которые занимаются В нашем Доме культуры Вот они сделали своими руками Вот такие маленькие подарочки Для вас, Евгений Николаевич Спасибо вам большое Это замечательное внимание К ветерану Великой Отечественной войны Я просто рад и счастлив Такое внимание в нашем обществе К победе советского народа Над фашистской нечистью Конечно, не каждый участник войны Дошел до Берлина Но каждый, как мог, приближал победу Нина Иосифовна Бабания Служила наводчицей Определяла местонахождение вражеских самолетов В следующем году ей исполнится 100 лет Сегодня мы были не только у ветеранов Сегодня у блокадников Ленинграда Потому что это их праздник И я думаю, что те ветераны, к которым мы приезжаем Те ветераны, которых сегодня нет Те ветераны, которые погибли на полях боев Я думаю, что все эти люди достойны того Чтобы звезды на небе светили для них Чтобы солнце на небе светило для нас Потому что они завоевали нам эту победу 11 участников Великой Отечественной войны Живут сейчас в Елизаветинской 75-летием Великой Победы Каждого из них поздравили персонально Это самое малое, что мы можем сделать Для тех, кто три четверти века назад Вынес на своих плечах неимоверные тяготы И завоевал для нас мир Военные песни звучали в праздничные дни В фестивальном микрорайоне Здесь сразу по нескольким адресам Депутат Зорик Садаян Поздравил с Днем Победы фронтовиков И других жителей своего избирательного округа Отмечать День Победы Во дворах многоквартирных домов В фестивальном давняя традиция Но в юбилейный год ее изменили Согласно карантинным обстоятельствам Праздничные столы накрывать не стали И строго соблюдали расстояние Между всеми участниками Спасибо большое за внимание Ветеранам, спасибо вам Пехотинец Павел Соловьев Коренной краснодарец В войну несколько раз был ранен Но все же дошел до Берлина Говорит, что там творилось 9 мая 45-го описать словами невозможно Только почувствовать Такой патриотизм был невиданный Даже несмотря на то, что конец войны Остались живые, рады Обнимались Все, стреляли Со своего оружия У нас автоматы были С автоматов Пуляли сколько можно Еще один ветеран Борис Каспирович Вообще не должен был попасть на фронт Он пошел воевать добровольцем И сам вызвался в полковую разведку В 1942 году он работал Токарем и реловерщиком На одном из заводей Которые были эвакуированы За линию фронта Нашей стороны Работал там и имел бронь Но как только 11 ноября 1942 года ему исполнилось 17 лет Он с другом Втихаря пошли в военкомат Записали в Красную армию И был призван Для обучения На десантирование на броне танков Призвался в это В 1942 году В декабре месяце 42 года И в 43-м Немножко поучились И отправили на фронт И я Форсировал Днепр И потом по Украине На Одессу Ну Ходил за линией фронта За языками Поздравить ветеранов С юбилеем Великой Победы Кроме артистов Приехали и еще гости И все с подарками В том числе с продуктами питания И средствами защиты от вируса Мы постарались максимум сделать так Как было в прошлые годы Максимально Организовать так Чтобы мы не нарушали Карантин и эпидемиологическую обстановку В крае Подарки были От заместителя председателя Законодательного собрания Краснодарского края Турбильна Александра Ивановича От главы города Краснодара Перевешова Евгения Алексеевича От заместителя председателя Городской думы Краснодара Ермакова Жители долго не хотели расходиться И многие отмечали Что в таком формате Максимальное внимание Которое оказали каждому ветерану Запомнится им навсегда День Победы отметили и медики Второй краевой и детской инфекционной больниц С 15 апреля Они безвыходно живут на территории Медучреждений Которые переоборудованы в ковидные госпитали Перед главным праздником страны Депутат гордумы Анна Ольховая С волонтерами привезла им 800 продуктовых наборов к чаю Чтобы и в этих условиях Приближенных к боевым В так называемой красной зоне Врачи и медсестры Встретили 75-летие Победы С хорошим настроением и сладостями Так сейчас выглядят Некоторые краснодарские медики В детской инфекционной больнице Врачи работают в спецодежде Похожие на костюмы химзащиты Говорят, хорошо экипированы Поэтому никто из тех, кто трудится в опасной красной зоне Не заразился Задача у них сейчас сложная Сохранить всех детей края Медики напоминают В группе риска малыши С ослабленным иммунитетом И дети заболевших родителей При этом уберечь ребенка просто Достаточно оставаться дома И не рисковать здоровьем Дети легче переносят Но от этого заболевания Не становится менее опасным Потому что вовремя начатое лечение Как при любом заболевании Оно, естественно, приносит свои плоды Поэтому мы стараемся максимально быстро Помочь этим детям Слава Богу, мы не видим Каких-то серьезных осложнений В течение месяца здесь прошли лечение Около двухсот детей С подозрением на коронавирусную инфекцию И с подтвержденным диагнозом Столько же взрослых пациентов Сейчас находятся в ковидном госпитале Развернутом в соседней второй краевой больнице Тем, кто сейчас борется за их здоровье Тоже привезли гору подарков Медики не выходили за ограждение С 15 апреля И очень рады гостинцам Вы не представляете, как нам На самом деле это приятно И ценно, это внимание И мы очень благодарны За эту помощь Которую неравнодушные люди Организации В столь непростое и сложное время Для нас оказывают И средств защиты у нас В принципе на данный момент достаточно И необходимых медикаментов Для лечения этих пациентов Тоже все есть Здесь, конечно, оказывало поддержку И Министерство здравоохранения Нашего Краснодарского края В этом плане И многие, опять же, неравнодушные Организации Люди, которые тоже нам помогали Сергей Васильевич говорит Корона показала, кто чего стоит На что он готов Никто из медиков не уволился Не дрогнул И семьи относятся с пониманием Неделями не видя родных Хоть и очень за них переживают Наши доктора Это удивительные люди Которые своим профессионализмом Спасают жизни других людей Рискуя своей жизнью Мужество, которое проявляют они Оно настолько достойно уважения Низким им поклон и благодарность Я пришла в волонтерский центр Потому что очень хочу помочь людям Сейчас такая ситуация В которой очень тяжело всем И маленьким детям И многодетным семьям И пожилым людям Которые сейчас находятся В зоне риска И я очень хочу помочь врачам Хоть как-то, хоть капелькой И помочь этим семьям Благотворительная акция «Спасибо врачам» продолжается В Краснодаре почти месяц Только за последние несколько дней Волонтеры раздали более 1600 подарков Сотрудникам различных медучреждений Но именно здесь, в ковидной зоне Особенно остро чувствуется Что люди, которые давали клятву Гиппократа Не просто лечат пациентов А исполняют свой врачебный долг Во имя сохранения и укрепления здоровья человека Не только праздничными событиями Была насыщена политическая жизнь Краснодара В последнее время И представителям старшего поколения Вручали не только праздничные подарки Но и наборы первой необходимости Краснодарские депутаты продолжают Акцию помощи престарелым, одиноким И малоимущим горожанам А мы продолжаем наш эксперимент С новой формой подачи сюжетов В аудио, а не видео формате Будьте дома, а мы о вас позаботимся Так можно выразить общую идею Парламентской акции «Мы вместе» В своих избирательных округах В ней участвуют все народные избранники Кубанской столицы А помогают им неравнодушные горожане У нас получается волонтерский Как бы такой центр небольшой Организован именно на улице Куда вошли мои помощники депутата И соответственно просто актив Неравнодушные люди подключились Врачи сирийской нашей общины Они привезли 30 продовольственных наборов 500 масок тоже было привезено В группе риска прежде всего Представители старшего поколения Ветераны, пенсионеры Но очень часто поддержка требуется И более молодым краснодарцам Инвалидам или семьям В которых несколько детей И только один кормилец Или тем, где родители сейчас Лишились заработка Депутат Дмитрий Коломеец уверен Помочь ближнему может каждый из нас Молодые депутаты Краснодара Организовали команды волонтеров И оказывают не только адресную помощь Продуктами и медикаментами Но и при необходимости Выполняют и коллективные заявки В целом в условиях самоизоляции Наша работа не прекращается Советом молодых депутатов Города Краснодара За свои личные средства Приобрели 1300 бутылок по 0,5 За чистой воды Для секционной больницы Там был расчет Из того, что 100 бутылок На один день нужно было Часто помощь нужна пенсионерам Родные которых не могут к ним приехать Например, если живут в другом районе Краснодара Или в пригороде Иногда даже просто нужен волонтер Который сходит за хлебом Или в аптеку За собственные средства пожилого человека Или элементарно вынесет мусор Есть категория тех Которые, в принципе, не могут сами передвигаться Просят Предоставлять денежные средства Просят для того, чтобы Сходили в магазин Купили продукты И, соответственно, принесли домой И эту помощь оказываем Парламентарии отмечают Престарелым жителям из группы риска Часто достаточно моральной поддержки Доброго слова Им важно чувствовать, что они не одиноки Но иногда помощь требуется незамедлительно Например, срочно нужны лекарства С самого начала карантина В нашу приемную поступает Огромное количество обращений Которые носят разный характер От приобретения продуктов До оказания помощи По приобретению лекарств Каждое обращение не остается без внимания Последнее было приобретение инсулина И доставка его Одной жительнице округа Около 30 памятников обновили в Краснодаре Ко Дню Победы И построили один новый Долгожданный мемориал На Пашковской переправе Где в августе 1942 Краснодарские 17-летние мальчишки Прикрывали с собой отход советских войск Для большинства из них Тот первый бой стал последним Памятник защитникам переправы По проекту известного краснодарского скульптора Валерия Пчелина возвели в течение двух месяцев Но этому предшествовала долгая кропотливая работа Большая роль в ней принадлежит Депутату городской думы Краснодара Игорю Брагарнику Чувствую особую гордость Потому что вижу, насколько красивый этот памятник Смотрю, насколько все качественно сделано И думаю, что это очень понравится Всем жителям города Краснодара Испытываю просто благодарность Ко всем тем людям Которые приняли в этом активное участие Хочется, конечно, сказать огромные слова благодарности Главе города Евгению Алексеевичу Первышову Потому что под его контролем Под его постоянным надзором шли эти работы Глава администрации Красунского округа Принял огромное участие Вот именно от начала установления этого памятника И до сегодняшних дней И, конечно, Вера Федоровна Вместе с депутатским корпусом Сделала все для того, чтобы этот памятник был Официального открытия пока не было Его решено провести уже после карантина С участием двух оставшихся в Краснодаре Участников тех боев И на этом у меня сегодня все Продолжим разговор о политике В следующей программе Здоровья вам и вашим родным И мирного неба над головой До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин